В Приднестровье вводится чрезвычайно-экономическое положение. Сегодня на пленарном заседании Верховный Совет утвердил указ президента ПМР о введении особого правового режима. Необходимость объявления чрезвычайного положения в республике обусловлена возможным сокращением либо прекращением поставок в Приднестровье природного газа с 1 января 2025 года. На случай негативного сценария развития событий в сфере энергетики должен быть заблаговременно разработан и реализован комплекс действенных мер. Они и прописаны в президентском указе, который согласно конституционным нормам вступает в силу при условии утверждения законодательным органам республики. 31 декабря 2024 года заканчивается договор на транзит российского газа через территорию Украины. В случае непродления данного транзита, соответственно, природный газ переставит поступать на территорию Приднестровской Молдавской республики. Это и сухие слова, сухая информация, но я хотел бы чуть-чуть раскрыть суд происходящих событий на сегодняшний день. То, что заключением транзитных договоренностей будут проблемы, было понятно и раньше. И с февраля месяца Приднестровье плотно работало и с Российской Федерацией, и с Украиной. Мы вели переговоры на сохранение транзита именно газа, который направляется в Приднестровье. Как таковых прямых переговоров с Молдовой мы не вели, естественно, на уровне рабочих групп, на уровне отдельных контактов. Проговаривали. Разные варианты. Что получается сегодня? Какую ситуацию мы видим? На сегодняшний день на территорию Приднестровья газ может быть поставлен по двум направлениям. Первый – это классический, стандартный, к которому мы привыкли через территорию Украины. Это суджие, гребенюки, вход в Приднестровье. Ну и второй, альтернативный, который был создан 4 года назад, это через Каушаны, через Молдову, прежде чем через Румынию, так называемый турецкий поток на Приднестровье. Он есть, он существует, он работает. И сечение трубы, и давление вполне достаточно для того, чтобы получить газ, необходимый как для внутренних нужд, так и для выработки электроэнергии на экспорт. Это надо понимать. То есть варианты, в принципе, это есть. Но договоренностей не совсем. Конечно же, возникает вопрос, а вообще кто должен договариваться? Кто должен договариваться? Ну, конечно же, есть такая организация, как Молдова-ГАЗ. Есть должностные лица Молдовы, которые наделены правом и правительствами, и президентами вести переговоры. Именно и должностные лица в области энергетики. Они и должны. Это их прямая и святая обязанность. Я хочу сразу отбросить спекуляции о том, что кто-то не хочет пропускать газ, либо поставлять газ. Это неправда. У меня сложилось мнение и сложились знания, что ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставке природного газа в Приднестровье. Надо просто договориться. Надо подписать соглашение. Надо работать в этом направлении. Но, честно говоря, я не вижу активность Молдова-ГАЗ в этом направлении. К сожалению. Может, я что-то не знаю. Возможно. Да. Но, тем не менее, я знаю и другое. Когда министр энергетики поехал в Москву, буквально недавно, в Санкт-Петербург, и встречался на самом высоком уровне в Газпроме с высшими должностными лицами, и, в принципе, там был вполне конструктивный диалог о возможности поставок. Но почему-то он был через короткое время остроен на должности в Молдове. Я не связываю это с переговорами. Может быть. Но тогда кто должен говорить дальше? По большому счету, мяч на стороне именно Молдова-ГАЗ и соответствующих должностных лиц Молдови. Они от этого зависят. И все должны понимать, что, конечно же, у нас будет сложнейшая ситуация в случае отсутствия природного газа. Но в то же самое время мы всегда являлись и являемся гарантированным поставщиком электроэнергии на территорию Молдовы. Качественной, конкурентоспособной, постоянной и стабильной. Понимаете? И про это тоже кто-то должен думать. О гражданах Молдовы, проживающих там, тоже в данном государстве. На этой теме не надо спекулировать, по большому счету. Эту проблему надо решать. Но обвинять те или иные государства не стоит, на мой взгляд, на сегодняшний день. Это, во-первых, и некорректно, это и несправедливо. Но, тем не менее, ни одно должностное лицо на сегодняшний день не сказало утвердительно. Газа не будет или газ будет. Такого нет. Такого нет. Но я уже обращался к гражданам нашей республики и сказал буквально следующее. Фактически, до вечера 31 декабря вопрос может быть в подвешенном состоянии. Ну и как поступать нам? Что должны делать мы? Вот в пятницу, в прошлую пятницу, состоялся Совет Безопасности, где мы в широком кругу должностных лиц, именно кто по функционалу будет решать те или иные проблемы, обсудили фактически все, что касается Приднестровья. Я буквально скажу, что может быть и что мы будем решать. На территории нашей республики функционируют более 150 школ. Примерно такое же количество, чуть больше детских садов. Учебные заведения, высшие, средние, специальные. То есть мы должны продолжить и организовать учебный процесс. Сохранить детские сады, потому что не все граждане могут взять ребенка домой. Это понятно. Следующая проблема – это коррекционные учреждения. Их порядка 15. Где дети, да и взрослые находятся на постоянном обеспечении государства. Мы тоже должны думать, каких сохранить, каких обогреть. Следующая проблема – это специальные дома престарелых и специальные дома для людей с ограниченными возможностями. Введение Министерства по социальной защите. Тоже проблема есть. Ее тоже будем решать. Следующая проблема – это пенсиарные заведения. То есть колонии, колонии-поселения, тюрьмы и так далее. СИЗО. То есть тут тоже надо обеспечить людей теплом. Больницы. Чтобы вы понимали, в Приднестровье делается экстренных порядка 60 операций в день. Коечный фонд занят порядка двумя тысячами гражданами. Эти люди, которые нуждаются в лечении. Это экстренные болезни, это болезни сердца, это онко, это постоперационная госпитализация, это воспалительные заболевания, инфекции разного рода. Тем более зимой они, как правило, к сожалению, увеличиваются. И мы должны обеспечить теплом эти объекты. Вы тоже должны это понимать. Это порядка 14 больниц. Я уже не говорю о амбулаториях, поликлиниках и так далее. Это, само собой, тоже разумеется, прием тоже будет. Поэтому мы озабочены этими проблемами. Кроме того, в Приднестровье 97% газификации. Это, конечно, хорошо, но мы от этого уже зависим. Порядка двух третей населения проживает в городской местности. В панельных домах, ну, соответственно, если в селе можно как-то потопить, поставить там бружуку и так далее, то в панельных домах будет проблема с этим. И об этом тоже надо думать. Поэтому Совет Безопасности четко расставил задачи всем чиновникам на работу. И, уважаемые руководители, я хочу обратиться к вам. В случае времени ЧЕ, как говорится, в случае вот таких вот последствий, отсутствия газа, я хочу предупредить вас, у вас новогодних праздников не будет. Мы все будем работать. Все чиновники, все должностные лица, от мала до велика, с конкретно поставленной задачей. За это не переживайте. Еще впереди несколько совещаний, где мы будем уточнять действия всех должностных лиц в той или иной ситуации. Тем не менее, я прошу не отчаиваться. Шансы есть. Все будет хорошо. Я думаю, хватит здравого смысла для того, чтобы понять, что надо сохранить действующие потоки, действующую подачу и обеспечить и газом, и электроэнергией, и левый, и правый берег. Депутатский корпус единогласно поддержал введение чрезвычайного экономического положения. Указ предусматривает рационализацию потребления природного газа, создание госрезерва энергоресурсов, запрет на экспорт энергоресурсов, кроме электроэнергии, если сохранятся поставки газа. Сохранение жизни и здоровья людей будет в приоритете. ЧП в экономике вводится в Приднестровье на 30 суток. Указ поступает в силу через 6 часов после обнародования. Особый правовой режим будет действовать на всей территории Приднестровской Молдавской Республики.